Приветствую вас, святые! Мир вам! Сегодня Дух Святой уже сразу начал работу свою и песня «Очисти меня кровью своей и дай мне любить друг друга, любить всех окружающих». Это работа Божья, потому что Он есть любящий Бог. Я хочу задать загадку, которую мы уже один раз слышали. Вот в каком месте написано «О честный мыслит о честном и твердо стоит во всем, что честно». Кто написал это? Исайя, 32 глава, 8 стих. Честный мыслит о том, что честно, и твердо стоит. То есть это правильное сердце человека, который приходит в Дом Божий. Я, когда стал читать Писание, и мне Псалом вот так на сердце Давида, этот Псалом 121, «Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим. Иерусалим, устроенный, как город, слитый во дно, куда входят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне». Возрадовался я. Каждый пришел сегодня с сердцем, с каким на служение. Сегодня есть Новый Иерусалим, это Церковь Иисуса Христа. Бог сказал, «Войду в них, вселюсь в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть из живых людей Бог создал этот Новый Иерусалим. Он создал Церковь Свою. И поэтому Он хочет, чтобы сердца наши были радостные. Мы часто живем, и у нас бывает огорченное сердце. Человек пришел с огорченным сердцем на служение, или с разбитым сердцем, или с больным сердцем он пришел. И получается, что не может этот город слиться в одно. То есть мы не можем съединиться в одно и прославить нашего Бога так, как должно. То есть человек должен сначала вылечить сердце свое. Он должен слиться. Вот написано в Деяниях, что у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Это говорит, как город слился в одно. Было одно сердце и одна душа. И они ни в чем не имели нужды. У них все было общее. Это как вот этот город слился в одно. Это как вот это общение сердец. Когда сердца сливаются в одно, тогда это слава Божия наполняет храм. Тогда Бог, если Он сначала вылечивает наши сердца, и тогда нам Бог будет издавать свое утешение. И еще место Священного Писания. Я прочитаю это филиппийцам, 4 глава, 5-10 стих. Мне нравится это место. Я уже его читал. «Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко». Я хочу заметить, если кроткое сердце, то с нами близко Господь. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились и приняли, и слышали, и видели во мне, говорит апостол Павел, подражайте Ему, как Он Христу, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Я хочу заострить сегодня наше внимание, что когда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет наши сердца. То есть Он создиждет, Он построит, Он съединит наши сердца. И здесь написано о том, что чисто помышляйте. Я хочу затронуть сегодня аспект, что чисто. То есть Иисус Христос, когда на горной проповеди сказал, «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы все хотим присутствия Божьего, мы все хотим утешения Божьего, мы все хотим пойти домой здоровыми, благословенными, чтобы сердца... Но прежде всего состояние нашей церкви, состояние каждого человека зависит прежде всего от чистоты сердца. Это и есть центр всего. Если сердце не осуждает, то тем паче Бог. Я хочу застронуть сегодня о том, что есть честно, справедливо и чисто. Потому что чистота нашего сердца и нашей совести зависит от того, как мы поступаем справедливо и честно. Я знаю, что если мы, живя дома или уйдя с собрания, во всем стараемся проявлять себя честно и соблюдать чисто себя, то тогда Бог Святой, мы, придя на собрание, мы можем слиться в этот, в один город. Я вижу, что Дух Святой показывает, что чисто – это состояние человека, это непорочный человек, он невинный, он праведный, он нравственно строгий по отношению к семье, он хранит свой сосуд в чистоте, и сердце его чистое. Он тогда сможет Бога узреть. Это состояние, я сказал, это как бы, ну, праведности, то есть, в другое место написано, что «Дети мои, станем любить не словом или языком, и делом, или истинною, языком и делом. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваемся пред Ним наши сердца. Ибо если сердце наше не осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ними. А заповедь Его та, чтобы мы веровали в Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Это 1 Иоанна 3 глава, 19-23 стих. «Если сердце наше не осуждает, то мы тогда имеем дерзновение. Тогда наши сердца сливаются в одно, тогда Дух Святой будет наполнять». Как встает вопрос достичь чистоты сердца? Как сделать это сердце чистое? Мы все хотим, чтобы очиститься, но здесь Слово Божие говорит, что мы должны поступать с братом не корыстолюбиво, а справедливо и честно. А справедливость – это и честность, справедливостью и честностью, лучше так сказать, достигается чистота сердца. Если мы ведем справедливо и честно себя дома, если мы ведем справедливо и честно себя на работе, если мы ведем справедливо и честно себя в церкви по отношению друг к другу, в взаимоотношениях, это в финансовых отношениях, это в отношении между мужьями и женами, Это в отношении между братьями и сердцами. Это во всем вести себя честно. То это как весы. И если мы ведем честно и справедливо друг к другу, то тогда сердце наше чистое. И оно не осуждает нас. И мы имеем тогда дерзновение к Богу. Здесь написано в Священном Писании, это евреям пишет. Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Я говорил, как достичь этого сердца, сердца чистого? Просто очень. Путем новым и живым, путем крови Иисуса Христа окропим сердце свое, очистим. Если мы кого-то обидели, то мы должны примириться. Если попросить прощения, просто-напросто позвонить и попросить, сказать, я не прав. И тогда у тебя сердце будет чистое. Тогда ты получишь благодать от Бога. Ты получишь радость спасения. Ты войдешь в этот храм, где я читал песнь восхождения. Войдешь в храм с радостью в сердце. И тогда сердце сольется в одно. Тут прямо написано, это евреям в 10 главе написано, что путем, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою, через страдания, через крест. Мы сегодня пели, очисти меня кровью свою. Христос очищает нас посредством своей крови. И через его кровь, через наше исповедание мы очищаем совесть свою из сердца. Тогда мы можем славить Бога. Тогда мы сливаемся в одно. И благодать Божия наполняет наши сердца. И мы будем во всем, как в первоапостольской церкви, не будем иметь нужды ни в чем. Все у нас будет общее. И будет общий. Это будет мир Божий. Мир Который. Тут написано дальше. И имея великого первосвященника над Домом Божиим Иисуса Христа, да, приступаем с искренним сердцем и полную верою, краплением очистив сердца наши от порочной совести и омывши тело водою чистую. Словом Божиим и своим исповеданием очищаем, омываем наши тела, наш дух, душа и тело полностью. Хранить себя в чистоте. Много можно говорить о мыслях наших, о том, что где мы находимся, когда бываем дома. О информации, которая через интернет, через телевидение входит в наши дома. Мы должны хранить свой сосуд, хранить свой дом и оберегать его. И тогда, войдя в служение, приготовливая наше сердце, будет слава Божия наполнять наш храм. Будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший. Держаться исповеданию. Если согрешил, очень просто. Пойди исповедуйся, открой пред Богом согрешение свое. И Бог верен и правит. Он покропит на тебя кровью своей и очистит сердце твое. Будем дальше внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Опять же, о взаимоотношениях. Если эти взаимоотношения, если мы обидели кого-то в церкви, мы должны попросить прощения, примириться. И тогда сердце наше будет чистое, и совесть нас не будет осуждать. И мы будем восходить во святое, как воспел Давид. Возрадовался я, когда пришел в дом. Не будут у нас унылые лица, угрюмы. Сердце, потому что от избытка сердца, говорят уста, радость будет наполнять сердце наше. И мы встанем сейчас в молитве. И, Господь, исповедуем пред Богом наше согрешение. Отчистим совесть свою кроплением Иисуса Христа. И совершим молитву, помолимся за наше служение.